Кокос, яблоки, бананы и кукуруза. Вот и весь полдник Марии Малышевой. Она стала вегетарианкой около 9 лет назад. Сначала увлекалась лечебным голоданием, а потом поняла, именно после мясной трапезы испытывает неприятные ощущения. Как только Мария перешла на сыроедение, то сразу заметила перемены в организме. У меня поднялся гемоглобин, поднялся холестерин. Я думаю, что холестерин все-таки полезный у меня поднялся. Ввиду того, что жареное я тоже особо не люблю. Больше никаких изменений не было. А вот дочь Марии Юлия пока не берет пример с мамой. Все никак не может отказаться от курицы. Периодически девочку подкармливает бабушка. Перед угощением трудно устоять. Однако, увидев несколько телепередач, Юля стала бояться есть мясо. Я не считаю, что мясо сильно полезное. То, что мясо продают в магазинах, оно не идет как правильный продукт. То, что там всяких иммуникатов добавляют. Психологи считают, в вегетарианстве нет ничего плохого. Многим наоборот. Необходимо изменить рацион, чтобы улучшить показатели здоровья. А кто-то, сменив пищевые привычки, может кардинально изменить и взгляды на жизнь. Очень часто вегетарианцы вкладывают в свою систему питания некие взгляды духовные. То есть я питаюсь растительной пищей, я не убиваю никого, я не ем, грубо говоря, трупы животных. Поэтому я в какой-то степени духовно совершенствуюсь, повышаю свое качество жизни, добиваюсь какого-то личностного роста. Медики, в свою очередь, хором заявляют, такое духовное и физическое испытание подходит только взрослым. Ребенку просто необходимо потреблять больше животного белка. Ребенок растет. Ребенку надо повышать мышечную массу, костно-мышечную систему, скелет должен развиваться. У него должно быть достаточное количество, на достаточном уровне иммунный статус, следовательно, гормоны, иммуноглобулины, ферменты. Впрочем, за последние пять лет в регионе стало заметно меньше детей с заболеваниями органов пищеварения. Главное, без фанатизма, во всем знать меру, подчеркивают эксперты. И в питании, и в образе жизни.